здравствуйте друзья приветствую вас на моем канале и в этом видео расскажу вам как сделать вот такой вот тройничок для зимней рыбалочки для того чтобы ловить хищного полосатика нашего он является излюбленной рыбой для ловли на балансир и вот такой вот тройничок с капелькой вот таким глазиком является неотменным атрибутом на балансире который цепляется самом низу и я вам расскажу как его сделать буквально за две минутки погнали и так как же сделать такой тройничок для зимней рыбалочки берем вот такой тройничок он совсем небольшой может заметить маленький цена и учета около 8 рублей вот за такую маленькую штучку нам потребуется вот такая вот палочка это от роллов любую трубочку от пасты можно использовать в общем все что можно сделать примерно вот таким вот образом берем идея здесь делаем маленький надрез по середочке для того чтобы вставить данный страничок вот таким вот образом это нам для того чтобы было удобнее вот так вот проворачивать его далее берем вот такую вот пасту отклеивающую пистолета стержень и отрезаем небольшой кусочек вот такого диаметра примерно нам теперь его до положить вот таким вот образом вот так вот и теперь грим зажигалкой и одновременно вращаем вращаем для того чтобы по середочке он образовалась капелька ну вот и все принципе уже готова сейчас вам покажу поближе смотрите видите аккуратненько по середочке прям все четко сейчас чуть-чуть постынет и будем красить и так наша капелька на тройнички высохла осталось все покрасить беру вот такой вот лак он люминесценный я его брал не помню литра 5 уже назад а может и меньше рублей это за 30 сейчас я не знаю сколько он стоит мешаем и пробуем красить что не подложим того чтобы не спачкать стол на присох он хорошенько вот так вот пока мис получается сейчас он подсохнет и мы вскроем еще один раз его это лак он быстро сохнущий ребят кому интересно как еще сделать другие варианты вот такого тройничка пишите комментариях и в следующем ролике вам покажу еще один вариант я скажу о парочке других как можно сделать такой же тройничок и так прошла минутка наш лак высох скрываем еще раз и можно уже вешать бижутерию просто есть и скрывать второй раз будет ярче цвет более такой насыщенный а если скрывать один раз надо наносить на что-то беленькое тогда он будет прям яркий яркий берем любой бисер вот это вот лежит маленькая коза кому интересно я делаю в прошлом видео буквально делается на две минутки я ловлю мирной рыбы и окуня я оставлю ссылку конце видеоролика вот тут вот справа стороны буду волку берем такую маленькую бисеринку и по центру и ставим получается вот такая вот штука все даем высохнуть вот так вот получилось он страничок вот с такой вот капелька аккуратненько вот тут глазик маленький это та самая вещь которая привлекает нашего окуня также можно найти вот при четко насадить бижутерию виде такие же вот бисеринок и тем самым сделать более привлекательный вид но этого делать не буду оставлю так и норде так вроде хорошо смотрится